Всем привет, призыватели! Настало время поговорить о 10 корейских билдах патча 11.20. Поехали! Лилия на топе уже не новость, но всё же она ещё сильнее закрепилась на этом лайне после всех изменений. К тому же теперь игроки поняли, что можно играть без флэша и берут Ignite и телепорт. Высокая мобильность спасивки даст возможность догонять цели, а урон позволит убивать в одиночку. Из рун берём Завоеватель, Присутствие Духа, Стойкость, Удар Милосердия, Пластины и Неустрашимость. В предметах берём Леандри, Ионийские Сапоги, Объятие Демона, Жоню, Космический Ускоритель и Силу Природы. Поппи на топе считается не самым лучшим пиком, но зная, как за неё играть, она превращается в лютого монстра. К тому же она хорошо подходит для роумов и полезна для тимфайтов. В рунах берём Хватку Нежити, Снос, Пластины, Оживление, Печеньки и Тоник. В предметах Сокрушитель Богов, Сапоги на Защиту, Цепи Проклятия, Титаническую Гидру, Шиповку, Маску Пустоты или Броню Мертвеца. Фишка в том, что она стала намного сильнее из-за усиления пассивки, а если правильно скомбинировать эта схватка Нежити, то уже с самого начала мы получаем нереальный паук урон. Диана в лесу сейчас тоже не самый популярный чемпион, но её сила в том, как быстро она скелится. По факту это происходит каждый раз, когда вы будете покупать предмет, а также на шестом уровне. К тому же, ганги можно устраивать уже с начала игры, взрывного урона у неё предостаточно. В рунах возьмём Завоеватель, Триумф, Рвение, Удар Милосердия, Магическую Обувь и Космическое Знание. В предметах Ремень, Ионийские Сапоги, Зуб на Шора, Жоню, Шляпу Рободона и Посох Бездны. На лесного картуса перестали брать флэш. Он – фармищий лесник, и выходить на ганги не самая приятная для него вещь. Но с телепортом вы всегда можете зайти за спину врага и влететь таким образом в файт. В рунах берём Жатву, Грязный Приём, Коллекцию Глаз, Ненасытного Охотника, Присутствие Духа и Последний Рубеж. В предметах это Леандри, Сапоги Чародея, Объятия Демона, Жоню, Шляпу Рободона и Посох Бездны. Грагас на миде тоже набирает свою популярность. У чемпиона не так много урона в начале, но вы всегда можете толкнуть врага пузом и при любом врыве или просто избежать урона этим же умением. К тому же, чемпион хорош на роумах. А с мида это делать проще всего. В рунах берите Казнь Электричеством, Внезапный Удар, Коллекцию Глаз, Абсолютного Охотника, Космическое Знание и Печеньки. А в предметах Люден, Сапоги Чародея, Грозу Личий, Жоню, Рободона и Посох Бездны. О том, насколько Векс оказалась сильной, мы просто промолчим. Ее юзают все, кому не лень, если, конечно, она выходит из бана. Фишка же этой сборки именно в Вечном Холоде. Зачастую ее берут с Люденом, чтобы наносить больше урона, но вот Фир плюс Рут от Вечного Холода может внести в разы больше профита. Из рун берем Казнь Электричеством, Грязный Прием, Коллекцию Глаз, Ненасытного Охотника, Поток Маны и Превосходство. Предметы следующие. Вечный Холод, Ионийские Сапоги, Прицел, Жоня, Рободон и Посох Бездны. Кого точно не стоит игнорировать, так это связку из Камилы на топе и Галео на миде. Сама по себе Камила может уничтожать, особенно в дуэлях. А в связке с таким мидером и вовсе принимать драки 1 в 2 или даже 1 в 3. Ведь она будет знать, что если у него есть ульта, то он придет и влетит под нее. К тому же эта комбинация очень хорошо врывается в спину или в тимфайтах даже под одно ТП Камилы. И кстати, на Камилу из рун мы берем Завоеватель, Триумф, Рвение, Последний Рубеж, Удар Щитом и Пластины. В предметах это Тройка, Сапоги на Защиту, Ненасытный Охотник, Стерок, Танец Смерти и Ангел-Хранитель. На Галео нужно взять Дрожь Земли, Удар Щитом, Пластины, Неустрашимость, Космическое Знание и Печеньки. Из предметов Вечный Холод, Сапоги на Защиту, Жоня, Рободон или Морелку, Посох Бездны и Объятие Демона. Урон, который враги ловят через такой билд, просто нереальный. Ее Паверспайк с шестым уровнем и первым предметом сильно возрастает. В рунах на нее берем Комету, Поток Маны, Сосредоточенность, Ожог, Вкус Крови и Ненасытного Охотника. А в предметах Затмение, Ионийские Сапоги, Манамуне, Злоба Серильды, Йому и Грань Ночи. Йому даст возможность Фортуне быстро сокращать дистанцию или просто сбегать, а перед ультой жмите Ешку, им будет тяжело уйти от такого замедления. Браума сейчас используют как жестокого агрессора на лайне. Фишка старая, но снова заиграла. Это град клинков, который позволяет в секунду набивать пассивку на враге. А пока вы смотрите на билд, я задам вам вопрос. Какого чемпиона вы ни за что и никогда не станете мейнить? И почему? Ответы оставляйте как обычно внизу в комментариях. А также в описании или закрепленном комментарии вы можете найти ссылку на розыгрыш. Но главное не забывайте подписываться, ставить лайки и жать на колокол. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.